Для того, чтобы оценить результат компании, это хороший вопрос на самом деле. Для того, чтобы оценить, насколько успешна компания, нужно, чтобы перед тем, как вы ее запустили, у вас была цель. То есть для чего компания делается? Для того, чтобы люди регистрировались, например, и для того, чтобы люди носили пожертвования, или для того, чтобы они зашли и прочитали статью. И как вы будете оценить, хорошо или плохо. То есть, если, предположим, у вас цель, чтобы человек зарегистрировался где-то или оставил свой e-mail, то вы эту цель настраиваете, вы смотрите на нее, и вы понимаете, если она достигается, то компания успешна. Если она не достигается, то не успешна. Кажется, это какие-то я азбучные вещи говорю, но на самом деле это не совсем очевидно бывает. Например, могу привести такой у нас кейс. У нас была очень большая компания, направленная на нашу благотворительную витрину. Там много людей приходило, но только на витрине заказов практически не оставляли. И, конечно, ее следовало бы признать неуспешной. Но мы поняли, когда мы проанализировали этот тракт, какие люди приходят к таким запросам, что эти люди, они просто, ну, не готовы совершить пожертвование достаточно крупное для того, чтобы получить за него подарок. Они совсем холодные, они ищут что-то обычное к праздникам, 8 марта, 23 февраля и так далее. И мы стали их переориентировать не на витрину, а на информационные какие-то наши ресурсы, чтобы они могли там почитать, отправить онлайн-открытку и так далее. И эффективность этих компаний сразу выросла в несколько раз и показывает хорошую конверсию. Просто мы пытаемся с этими людьми сделать не то, что они могли бы сделать. Мы как бы пытаемся их искусственно загнать туда, куда они пока не готовы зайти. Да. А скажите, пожалуйста, у меня был вопрос. Если у нас в организации есть какие-то вывески и коммерческие представления, а не коммерческие, то есть коммерческие, которые у нас не есть, а в том числе коммерческие в рамках, как вы выбрали? Нет. То, что связано непосредственно с коммерческой деятельностью, рекламировать, к сожалению, нельзя. Нужно рекламировать то, что подходит под понятие коммерческой деятельности. Да, это удовлетворительная, это помощь. А если вы говорите, допустим, в процессе проекта, который мне освещает, мы даже не знаем, что мы можем, мы через Google ГОС, через Google ГРА, взять статьи, и мы можем, чтобы у нас начнется на процессор проект, только в средства, да, так, нравится. Да, если у вас на сайте, то есть рекламный будет идти к вам на сайт, и у вас на сайте будет достаточно подробная статья, а не просто ссылка... Нет, нет, это финансовая статья. Тогда это можно. Тогда это можно. Проблема может возникнуть, если вы просто ведёшься человек на странице, а там ссылка на какой-то другой сайт. Да, такое можно. Такой опыт, ну, мы делаем такое, никаких проблем не возникало. Когда мы вот так вот расширяем нашу компанию, ищем вот эту смежную аудиторию, мы сталкиваемся с проблемой, что она очень-очень-очень холодная. Поэтому, к сожалению, такую аудиторию, наверное, не надо вести даже на главную страницу нашего сайта, а уж тем более на какое-то подробное, сложное описание проекта. Мы этим особенно грешим, потому что у нас все проекты такие очень долгосрочные, они там идут по 20 лет какие-то, какие-то по 10, и там вот что-то про биоразнообразие у нас написано. Мы это много обсуждаем между собой, потому что человек, который зашёл первый раз, и он просто любит животных, и ему начинаются там вот рассуждения про биоразнообразие и вот эти научные ёмкости проекта, он, конечно, понимает, что он зашёл никуда и уходит. Поэтому для таких компаний лучше сделать специальные посадочные страницы, которые будут очень коротко и ёмко, буквально вот в простейших словах говорить, что вы за организация, какие ваши цели, и как человек может прямо сейчас принять участие в какой-то вашей акции, что он прямо сейчас должен сделать. Это должно быть ориентировано на человека. Вот представьте, что вы идёте по улице, и у вас, например, на рюкзаке приклеен значок с логотипом вашей организации. И к вам подходит человек на улице или метро и спрашивает, а что это у вас? А вы говорите, это логотип вот такой организации. И что вы делаете? Спрашивает вас человек. И вот как вы ему ответите? Вот такой же ответ должен быть на лендинге, потому что ситуация аналогична. Вот человек ровно в таком же психологическом состоянии попадает к вам на посадочную страницу из вот этого вот холодного потока гугл-гранта. Он не понимает, куда он пришёл, и наша задача очень быстро ему сказать, где он находится, и почему он должен здесь находиться. Как правило, с помощью, ну, на основе нашего опыта, с помощью гугл-гранта невозможно собрать прямые пожертвования. Слишком большой поток, слишком холодная аудитория. Нужно делать что-то другое. Нужно предлагать человеку подписаться, поучаствовать, поделиться в соцсетях, пойти подписаться на нашу группу в соцсетях и так далее. То есть совершить какое-то действие, которое требует сейчас минимального принятия решения. Как-то вовлечь его в свою деятельность, а потом уже это использовать. Ну, мы, как я знаю, рассказывали, и про нашу вэм-маркетингу бывало, и про соцсети про наши рассказывали. То есть как-то его к себе завлечь, как-то получить с ним связь, как-то заставить его вернуться ещё раз. И вот тогда уже можно получать пожертвования и, собственно, уже какие-то действия сложные от него. Исключения, пожалуй, могут составлять только очень острые такие акции, когда срочно, сейчас необходимо критическая ситуация и так далее. Но это будет работать только если проблема простая. У меня вопрос. А есть ли это какой-то партнёрский проект, который требует... Ну, я не буду приводить пример, просто технологично. Который не требует пожертвования от конкретного человека, который зашёл к нам на страничку, а он предполагает некие активити, которые будут оплачены партнёром. То он... Ну, вот таким образом его можно будет привлечь? Конечно. Это как раз та история, когда человека... вы ему предлагаете сделать что-то простое сначала. И for fun. Да. Да. Это прекрасный комментарий, да. Ну, если очень грубо, то на этой странице человек должен быть for fun. Вот если ему весело там будет, если он увидит, что для себя интересно, то это успех. Если нет, то, скорее всего, мы его потеряли безвозвратно, он ушёл и не вернёт. И последний пункт, но очень важный с точки зрения настройка компании. Да, Google Grants отрезает все прекрасные, обширные и невероятные возможности вот этой аудиторной рекламы и рекламы на страницах. Да, он не даёт нам видео, он не даёт нам прекрасные баннеры, он не даёт нам сложные таркеты, но он даёт нам полноценную поисковую рекламу. И в ней есть множество функций, о которых, к сожалению, даже многие специалисты не знают или как-то не используют. В первую очередь, это многочисленные расширения. Ещё раз вернёмся на наш первый слайд. Вот смотрите. Обычное объявление состоит из заголовка, синий, адреса сайта и вот этого текста. Серый. Всегда свежие цветы, бесплатная доставка, 24 часа, супер акции, звоните. Вот для этого достаточно, чтобы запустить объявление. Но здесь всё-таки люди не первый раз создавали компанию, они добавили телефон, это отдельное расширение, которое добавляется отдельно. Они добавили дополнительные ссылки, которые ведут на другие страницы сайта. Они добавили структурированные описания, вот эти вот, которые идут через точку оплаты банковской карты, выбора времени доставки, контроль заказа. То есть это всё можно добавлять, и это всё увеличивает площадь, которую ваше объявление занимает на экране, и даёт возможность рассказать много больше о себе. Вот сравните, например, вот это вот сделано специалистом, который ограничился только базовыми возможностями, а вот это сделано у специалистов, который знал о дополнительных. А вот здесь указан даже адрес, и если бы не угликнуть, то сразу построится карта, как проехать. Так что в зависимости от того, что вы рекламируете в данный момент, можно всё это использовать. Например, если вы зовёте людей на какую-то акцию или на мероприятие, можно дать адрес, куда они должны приходить. Можно дать телефон, если вы хотите, чтобы они звонили. И даже новинка о Google, сейчас появилось такое дополнение, называется сообщение. То есть прямо здесь можно дать ссылку, по которой открывается форма для сообщения, пользователь туда забивает своё сообщение, оно приходит вам на мобильный телефон. А как же это? Это всё делается в Google AdWords. А я это не могу сказать. В фото есть вкладка «Расширение», и там все вот эти функции есть. Что? Да. Вот эти функции поисковые, они доступны всех в Google Grad. И это классно, потому что это позволяет нам всё-таки не отставать от наших коммерческих друзей и партнёров. И ещё важная штука – это динамическое содержимое. В большинстве своём динамическое содержимое объявления рассчитано всё-таки на товары, поэтому нам не очень подходят. Но некоторые вещи можно использовать. Например, мы в VVF очень любим использовать функцию так называемую «countdown». Это обратный отчёт. Когда вы вставляете такую формулу небольшую в текст, и в ней появляется отчёт до часа или дня икс. То есть, например, вы пишете, ведём сбор средств на какую-то акцию. Пожертвовать можно до 10 утра, например, 8 марта. И эта функция «countdown» будет всё время в реальном времени показывать. Осталось 7 дней, осталось 6 дней, осталось 3 часа. И это очень классно, потому что это всегда стимулирует человека успеть посмотреть, что там происходит. И вот, я уже очень долго говорю, пара на заданчиках, и, наконец, я перехожу к нашему кейсу, один из хороших, успешных кейсов, который мы делали год назад, на нашем акте «Час земли». Кейс, честно скажу, даже описывала не я, описывали коллеги из Google, потому что использовали его на какой-то из своих, коротких своих семинаров, когда показывают, как НКО в России пользуется. Но получилось звучит здорово. Акция «Час земли» у нас проходит во всём мире в конце марта. В прошлом году было 12 марта, в этом году 25 марта, это когда выключаете свет на один час. В России тоже очень активно проходит. Вот такой у нас был сайт, и нам нужно было, чтобы на него пришли люди. И акцент этой акции на её массовости. Она очень простая, и она как раз для того, чтобы люди, которые не думают даже, пока, может быть, о хайе природы, о каких-то редких видах, чтобы они вот поучаствовали в этом. Поэтому мы активно использовали Google. Что мы придумали? Нам нужно было привлечь трафик максимум пользователей на сайт, и нам нужно было добиться максимального количества участика в акции, чтобы человек совершил действия на сайте. Какие это могли быть действия? Он мог отметить галочкой «Я буду участвовать, я могу включить свет», мог отметить свой город на карте, там был дальше конкурс «Карловно», принять участие в тесте, где мы предлагали ему считать свой экологический след. И, немало важно, нам нужно было, чтобы люди узнали, что будут оффлайн-акции, что, например, в Москве на каждой площади Елены Тверской будут акции, что в каждом из ста двух, по-моему, городов, которые участвовали, тоже будут какие-то мероприятия, велопроведения, марафоны и так далее. И во всем это тоже нужно было рассказать. Что мы придумали? Мы создали несколько смысловых групп. Для начала это были содержательные смысловые группы. В рамках просовывания компании мы рассказывали о том, как привычки человека ежедневные влияют на экологию. И что ты можешь сделать сегодня у себя дома для того, чтобы помочь сохранить нашу планету. Поэтому мы создали несколько таких групп, которые касались выбора экологичных продуктов, транспорта, правильной утилизации отходов и многое другое. Какие там могли быть запросы? Например, правильная утилизация отходов. Это раздельный сбор мусора. Как утилизировать пластик? Куда сдавать батарейки? Принимать ли батарейки Медиамар? Все эти запросы нам подходили. Выбор экологичных продуктов. Что такое органические продукты? Где купить органические продукты? Что такое экологические продукты? Это, да, органические, экологические, это все может быть не совсем с научной точки зрения связано с экологией. Но люди, когда задают такие вопросы, они думают именно о том, о чем нам нужно. И это именно те люди, с которыми мы хотим поговорить. Например, экономия воды. Мы об этом говорили. Там огромное количество запросов. Экономить ли счетчики водных? Как сэкономить воды дома? Как уменьшить коммунальные счета? Это тоже нам подходило, потому что тоже касалось наших тем. То есть пул запросов просто огромный. Наконец, мероприятие, акции, праздники в марте. Огромное количество запросов. Как провести, как отметить, куда пойти выходные, что будет в марте в Москве, что концерты, бесплатные концерты, бесплатные площадки и так далее. И последний, самый узкий, но самый, конечно, теплый с точки зрения аудитории, это, собственно, запросы, связанные с частной земли, связанные с нашим фондом. Для того, чтобы добавить вот эти ледрайва, мы включили ту самую функцию countdown. Вот она видна. Вот так вот она прописывается в административной части AdWords. А когда вы ее видите как пользователь, там будет написано, осталось 7 дней, например, или осталось 3 часа. И мы использовали дополнительные ссылки, потому что мы хотели, чтобы человек принял участие онлайн, и поэтому мы ему говорили, вот у нас есть экологические советы, узнай, как сделать эти 7 шагов, приняй участие, и узнать твои кослеты, отметить на карте. Это как раз два таких call to action, которые нам, которые мы ориентировались. Таким образом, мы провели вот эту кампанию, и с помощью Google Analytics настроили отслеживание. Это один из примеров, как люди регистрировать смогли. Все это отслеживалось. Мы связали Google AdWords с Google Analytics, мы видели, какие объявления дают лучшую конверсию, и что важно, Google AdWords, это же Google, он, когда ему отдаешь эти данные из Analytics, и он видит, что по таким запросам, по таким объявлениям, конверсия выше, он начинает показывать их приоритетнее, и показывать их вместо тех вариантов, которые хуже работают. То есть, все-таки, технологические вот эти возможности Google, грант не отключает, а дает использовать в полной мере. Это встроенная оптимизация, которая, вообще-то, по умолчанию работает. И в итоге, за месяц кампания, там, вот забыла, очень важно, основные площадки. Так как у нас акции проходили по всей России, мы выбрали самые крупные города, где присутствуют отделения нашего фонда, и где были спланированы самые крупные мероприятия. И сделали отдельные кампании только на эти города. Например, во Владивостоке, мы говорили, что сделали запросы, типа, что делать в субботу в Владивостоке, куда прийти на Владивостоке, и сделали специальную страницу, где рассказывали, что будет в этих городах. И, собственно говоря, добавили, конечно, региональное упоминание в текст. Это очень важная штука. Почему? Потому что подавляющие большинство пользователей находятся в Москве и Зак-Петербурге. И есть такой момент, что когда вы рекламируетесь на ходе в вашем город, и при этом по вашему тексту и запросу непонятно, что вы конкретно про этот город говорите, такое объявление нередко воспринимается как случайное, как объявление, которое на какой-то федеральном уровне, или оно для Москвы, или оно какое-то такое, не относится к этому городу. Поэтому, если у нас там был запрос «Чат Земли», то здесь было обязательно в тексте «Как провести его в Владивостоке». Это как бы говорит пользователю «Мы здесь», «Мы здесь». «Ты правильно переходи», «Ты попадаешь, куда тебе нужно». И в итоге за месяц акции мы получили около 40 тысяч посещений сайта. И здесь это не написано, потому что, но я скажу, конверсия в участников у нас была около 7%. Что весьма и весьма высокий показатель даже для коммерческой компании. Мы очень довольны этим результатом и, в общем-то, считаем ее успешным. А какая была средняя цена за один клик? Так как мы использовали здесь очень много запросов информационного такого характера, они были не коммерческими, но они были и не благотворительными, то средняя цена за клик у нас колебалась где-то от 30-40 центов. Нам не приходилось ставить вот эти два доллара, потому что мы не конкурировали ни с коммерческими компаниями, ни с фондами. Мы как бы вышли на вот такую другую аудиторию, которая подходила только нам, и мы ее вот таким образом нашли. И я думаю, что в каждой организации такую аудиторию в гугле для себя найти модерн, если товарищи много творчества. Вот. Уже довольно много времени. Какие рамки будут зарегистрироваться? То есть на гугле и до какого строка? Регистрироваться можно в любое время. Эта программа действует все время, никаких ограничений нет. То есть завтра, через полгода, через год. Но если ее не закроют, то она будет работать. Вот здесь я дала ссылку, собственно, где она находится. Это будет доступна презентация. Ну, для начала на инфродонаре регистрируемся. А она будет покупать? У нас же угрожает? Нет. У нас сайте. Сайте. Ладно. Вот. Вот. Я с кем регистрируюсь на почту? А мне с чем нельзя? Ну и, собственно, вы можете просто набрать в гугле Google Trends и попадете сразу же на нужную страничку. Автоматически сейчас, так как это устроено вот с этого года, что вы сразу же зарегистрируетесь и в программе Google for Nonprofits и, возможно, там тоже для вас будет что-то интересное. По крайней мере, дополнительно 15 гигабайт на Google Trends тоже приятно. Если вы обменивали здесь большое количество фотографий, например. Пожалуйста, а если вы только конкурсы, то вы же выбираете? Нет. Никого конкурса нет. Фактически любая некоммерческая организация может получить грант. У них нет ограничений. Только 20 грантов, например. Этого нет. Отказать могут, только если вы не соответствуете требованиям. То есть не являетесь некоммерческой организацией, либо как-то совсем неправильно заполнили формы, предположим, указали неправильный сайт, на котором что-то коммерческое, например, и не прописали свои цели, как-то проигнорировали какие-то поля и так далее. Можно сказать, что мы когда подавали заявки, мы подавали на обычный грант, на Грантспро, в принципе, такое осознанное заполнение заявки вы прописываете свои цели, свою миссию, свои задачи и вы получаете грант. А люди получают грант? Нет. Понимаешь, когда получаешь грант, когда в другом фоне должен работать специалистом, паркетингом, который вы будете заниматься и тратить деньги? Вам нужно найти того, кто сможет этим заниматься. Либо это может быть волонтер. Я, кстати, думаю, что на эти плицы состанавлив технологии в IT-волонтерах можно найти специалистов по контекстной рекламе, потому что это довольно распространенная специализация. Ну и агентство, которое сможет вам помочь, но важно, чтобы человек был готов разбираться с грантспро, потому что отличается сильно. А можно вот здесь еще подоложать, У меня коротинка. Скажите, есть ли какие-то ограничения по кодировке сайта именно для лучшей индексации Google и Google и Google? С точки зрения грантс, индексация не важна. Индексация важна для органической выдачи. То есть ваш сайт может вообще с точки зрения органической выдачи быть плохо, скажем так, но на размещение рекламы это не повлияет. Важно, чтобы он достаточно быстро открывался, чтобы там не было большого количества всплывающих окон, и чтобы он был желательным, чтобы он был адаптирован для мобильных устройств. Тогда у Google и AdWords не будет к нему никаких претензий, скорее всего. это не критичное требование, это не повлияет на ваше участие, это может помешать вам в каких-то моментах конкурировать за лучшие позиции, это да, потому что кроме ставки есть такой показатель, как показатель качества, он складывается из того, что у вас на сайте написано, из того, как он сделан, насколько он быстро работает, и так далее, и формируя вашу позицию в этой рекламной выдаче, Google берет вашу ставку, берет показатель качества, который он посчитал, и, грубо говоря, умножает друг на друга, они говорят, что у них секретная формула, которую они открывают, но по сути это что-то типа умножения друг на друга, и получается вот такая интегрированная оценка в RZ попадает либо выше, либо ниже конкурентов. Там за вами еще будет я прошу прощения, мы просто сказали что можно при подаче наградных указать цели не те, которые перечислили густами, мы из-за распродавались награды и перечислили цели, которые не указаны густами, нам отказали, потому что наш устав не совпадал с теми целями, которые мы указали за яждом. Вот видите, какое важное замечание, у нас не было таких проблем. Но мы подавали довольно давно, и у нас не просили... Мы подавали достаточно недавно, и нам удалось податься на губ. Уже, видимо, когда появились награды регистрации, то есть они получили возможность... Если они проверяют, то они проверяют и сравнивают. Если мы подавали не те цели, они говорят «сори, запомните еще раз». Да, ну вот это отличная на самом деле информация, потому что мы подавали с давно, и этого даже неизвало. У меня два маленьких тоже дополнения. На самом деле, у меня была ситуация, когда согласован, точнее, я уже пришла в проект и там это просто было сделано, и под... на сайте сделали такой раздел на главной странице «Наши доноры», «Наши спонсоры» и все такое. И одним из первых доноров выскакивал интернет-магазин и, видимо, при какой-то очередной проверке Google, видимо, все-таки как-то додумался кликнуть на сайт интернет-магазина, а там такой огромный баннер висел «Коллиматорный прицел». То есть это вообще для страйкбола нельзя использовать никаких других целей, именно эти прицелы. И забанили все вообще. Пришлось два месяца переписку ввести просто, чтобы избавиться от этой ситуации. Разумеется, сняли блог этого партнера, но тем не менее вот такая была история. И второе у меня маленькое примечание по поводу акций, мне еще понравилась ваша история с магазинами. Я делала такую акцию. Представьте себе людей, которые сидят не в Москве, а где-нибудь в Хабаровске и набирают в гугле, например, «Погода в Москве». Ну, зачем человек в Хабаровске набирает слово «Погода в Москве»? Ну, очевидно, что он едет в Москву, да, ну, то есть как минимум. И такой человек не нужен ни Хабаровским предпринимателям по этому запросу, ни московским, разумеется, за редким исключением, ну, если какие-то отели додумались там как-то до этого, и то у них не всегда срабатывает. И такой человек стоит 3 копейки, а показать ему можно все, что угодно, начинает его, неважно, какая погода в Москве, сделай себе хорошее настроение, поддержи там сибирского тигра. Ну, то есть, а люди же, как известно, знаете, почему женщины покупают книги «Как похудеть?» Потому что она, думаете, ну, как бы собирается, нет, на самом деле, в тот момент, когда она нажала кнопочку «Положить в корзину», ей уже кажется, что она стала лучше. И вот тут срабатывает ровно похожий документ. Спасибо. Да. Здесь у меня есть вот к вашему очень интересному комментарию тоже пара дополнений. В первом случае, скорее всего, сработали не правила Google Grants, а правила Google AdWords. Ну, да, да, тут сложно. То есть, даже коммерческий опаунд будет бы в этом случае заблокировать, потому что подумали, что продают оружие. Ну, то есть, к этому тем более надо осторожно относиться. Ну, да, потому что мы не можем завести другой. Потому что организация у нас одна, и нам придется доказывать, что эта организация не продает оружие. Да, в данном случае. И вот по поводу таких запросов, да, действительно, можно найти очень много запросов, которые выпадают из этих из коммерческих интересов. Но что касается запросов именно с географии, там может быть такая вещь, что могут коммерческие организации указывать у себя, что показы для людей из местоположения и для людей интересующихся местоположения. И вот тогда они выйдут на этих людей, которые хабарские. Здесь просто запрос, прямо погода в Москве, но человек при этом сидит в Хабарске. геотаркетинг совмещается с запросом и получается отлично. Ну, да. если у коммерческих не указывают, интересующие сельскохозяйственные как правило, там вообще нет конкуренции, то есть человек обходится не в 30 центов, а в 3 там, то есть дешевле. обедена. Спасибо, отличный кейс. Боже, это вот так находить этих людей. Цель какая? Еще раз, он спрашивает погоду в Москве, ты говоришь, неважно какая погода, подними себе настроение, помоги сибирскому ТИБУ. То есть он поможет сибирскому ТИБУ? Да, вы знаете, ну, слушайте, ну, так психология людей устроена. Еще раз, да? Дальше зависит все от того, что мы попросим его сделать. Если он там придет, то есть, конечно, мы ему скажем что нам нужно очень много денег на FED, то он ничего не увидит. Если мы попробуем как-то в другом все его действия, то он вам все прирастает. Но у вас будет таких тысяч, и у вас будет много денег. Да. Ну, да. То есть, как мы работаем с Google Грантом, мы очень часто вот как-то из головы впускаем этот момент, что мы тратим деньги. И вот это вот соотношение затрат и того, что мы получаем. Ну, мы потратили 10 тысяч долларов, а получили тысячу пожертвований, да? Ну и что? Ну, деньги-то вот не из кармана же достаем, они же как бы и не настоящие. Но на самом деле это, конечно, не так. И следует все-таки за этим... Я уже... Я лечусь, я лечусь,